Один кадр снят на смартфон, а второй на камеру с объективом за 4000 долларов. Угадаете где какой? RAW видео на смартфон, это реально вообще? Да, но у меня есть хорошие и плохие новости. Разбираемся. Всем салют друзья, меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limit Son. Хорошая новость в том, что это лучшее по качеству видео, которое я видел со смартфона. А я протестировал уже десятки различных и эти DNG RAW файлы для меня стали самыми впечатляющими. И поэтому сравним сегодня с полнокадровым видео монстром Sony A7S III. А плохая новость в том, что работать с этими файлами просто ужасно неудобно. Поэтому давайте поговорим о плюсах, минусах и нюансах. Итак, чтобы получить доступ к DNG RAW видео на вашем Android смартфоне, на iOS такого пока еще не сделали, вам нужно установить бесплатное приложение MotionCam или MCam. И также убедиться, что ваш девайс полностью поддерживается. Вот здесь у нас полный список протестированных телефонов. Я же тестировал на телефоне моего коллеги Миши, вот здесь оставляю ссылочку на Мишу. Миша, большое спасибо. Это у нас телефон OnePlus 7 Pro. Да, это не самая свежая модель, но она полностью поддерживается. Так что вы можете ожидать чуть более хорошие результаты от моделей поновее. Но здесь не стоит себя обманывать, законы физики никто не отменял. Я говорю про маленькие сенсоры и не самую лучшую оптику на смартфонах. Так что результаты хоть и будут чуть лучше, но это будет совсем незначительно. Итак, давайте посмотрим на кадры, снятые на основной модуль камеры на OnePlus. Потому что там у нас самый большой сенсор и самая лучшая оптика. Ну если ее можно так назвать в смартфоне. И сравним Sony A7S III с достаточно простым и скучным объективом 24-70 f4. Если сильно не приближать и смотреть на небольшом экране, то я впечатлен действительно результаты хорошие для 4К RAW видео на OnePlus 7 Pro. Их можно даже посравнивать по-серьезному с S-Log3 10-bit 4K Sony A7S III. Но вот когда вы приближаете или смотрите на более большом экране, то разница становится очень заметной. Во-первых, мы видим, что картинка гораздо мягче и также здесь сильно больше шума. И это учитывая, что я поработал с шумоподавлением в Lightroom и также с цветокоррекцией, конечно, до того, как провел это сравнение. И это особенно хорошо заметно в тенях и по углам кадров. А если вы хотите вытянуть темные тени, то вы видите очень большое количество цветного шума. Да, конечно, в Lightroom и том же самом можно его легко поправить, но тогда картинка станет более размытой. И если мы снова накинем Sharp или детализацию увеличим или Clarity, то у нас получится как раз примерно то же самое, что и делает стоковая камера любого телефона. То есть она сначала уменьшает шум картинки, а потом накладывает резкость поверх. Просто это все происходит внутри самого телефона прямо в процессе съемки благодаря мощным процессорам. И по сути мы опять получаем тот самый результат, который больше похож на картину, нарисованную маслом, чем на детализированную хорошую фотографию. Если мы посмотрим на сверхширик, то увидим довольно сильную дисторсию. Да, ее можно в том же Lightroom и опять же поправить. Но при этом мы еще видим гораздо более мягкую и еще более шумную картинку из-за того, что диафрагма здесь более темная. Так что я вам советую использовать только основной модуль камеры на вашем смартфоне, чтобы получить наилучшие снимки. И видео, конечно. Ну, по сути это и есть видео из снимков. Ну, вы поняли. Телевик выглядит, кстати, очень даже неплохо. Я даже удивлен, но опять же, здесь более темная диафрагма, поэтому лучше снимать на него только в хороших условиях освещения. У самих файлов DNG не такой большой простор для обработки. Да, конечно, вы можете немножко и тени потянуть, и хайлайты, и с цветом поработать. Но все-таки это не полноценный RAW файл с какого-нибудь Canon R5. Но в любом случае это гораздо лучше, чем крутить уже готовый видеофайл с любого смартфона. Итак, давайте сделаем выводы по картинке. Когда мы уже покрасим RAW видео, которое мы получили с помощью приложения MotionCam, мы получаем отличный мощный инструмент, который выдает очень неплохую картинку для смартфона. И это гораздо лучше, чем то, что вы получите со стоковой камерой телефона. Переходим к плохим новостям, и это процесс работы с данными файлами. Всего я записал 6 минут и 15 секунд в 4К 30 кадров в секунду. И в общей сложности получилось 11300 фотографий в DNG, и всего это заняло 80 гигабайт места на смартфоне. После конвертации их всех в JPEG, в Lightroom, общий вес этой папочки составил 130 гигабайт за 6 минут видео. Конечно, не обязательно конвертировать из DNG в JPEG, вы можете и напрямую в Final Cut закинуть DNG файлы, просто перетягивая их на таймлайн, выделяя все и меняя длительность на один кадр. А еще лучше в DaVinci Resolve, вы просто перетягиваете папочку с DNG, и он сразу делает секвенцию, как просто, собственно, отдельный видеоролик. Но я хотел посмотреть на весь потенциал DNG файла и решил обработать все-таки сначала в Lightroom. Кстати, я монтирую на MacBook Pro 16 дюймов базовой комплектации с чипом M1 Pro, который стоит на секундочку 25 сотен долларов. И компьютер был реально очень тяжело, постоянно не хватало оперативной памяти, проект вылетал, я не мог его вывести, не мог отрендерить, экспорт 10 раз примерно срывался. И впервые в жизни я услышал, что у него работают вентиляторы, блин. И в целом весь рабочий процесс был очень сложным и медленным. И примерно 10 часов я потратил на то, чтобы записать это RAW видео, конвертировать его в DNG формат на самом смартфоне. Кстати, он разрядился со 100% до 10%, когда я отснял 6 минут видео и переконвертировал их в DNG. Тоже надо иметь в виду. Но, кстати говоря, вы можете использовать специальное приложение на Mac для конвертации в DNG с помощью вашего компьютера. Я думаю, здесь будет чуть быстрее. И, кстати, просто для информации, 10 секунд RAW видео конвертировалось в DNG на телефоне 2,5 минуты. Также я слышал информацию о том, что можно подключить внешний SSD, который отформатирован в XFAT формате, и это еще упростит постпродакшн, но сам лично не пробовал. Если у вас заканчивается память на телефоне или процессор немножко не вывозит, то мы можем увидеть, что количество кадров в секунду меньше, чем мы установили изначально. Да и вообще, выбор количества кадров в секунду немножко странноватый. Вот посмотрите, 23 кадра, 15, это зачем? Но само приложение приятное, интерфейс понятный, все очень интуитивно. Так что здесь даже есть специальный кроп, чтобы мы сразу в Ultra HD писали, а не со всего сенсора. В общем-то, никаких нареканий по интерфейсу и приложению у меня нет. Выводы. Оно того не стоит. Вот так я считаю. Это был самый сложный процесс съемки и обработки видеоматериала, который я когда-либо испытывал. Если вы хотите записать хотя бы 10 минут сырого видеоматериала, то вам понадобится просто куча хранилищ, ну то есть SSD-шники или много места на телефоне, очень мощный компьютер и просто стальные нервы, чтобы получить результат чуть-чуть лучше. Ну окей, да, заметно лучше, чем со стоковой камерой в телефоне, но на экране телефона вы это и не заметите особо. Но я вот еще раз через всю эту свистопляску проходить просто не хочу. К тому же периодически мы видим дропфреймы, так называемые, то есть когда не в 30 кадров в секунду пишется меньше, и что, соответственно, дает нам у него очень хорошие результаты по итогу. Стабилизация очень своеобразная, лучше ее вообще выключить и стабилизировать только на постпродакшене, и в любом случае картинки все еще шумноватые и достаточно мягкие. Опять же, плохая оптика на смартфонах, чаще всего сделанная из пластика, и крошечные сенсоры дают о себе знать. Безусловно, рекомендую попробовать это приложение самостоятельно, поиграть с ним, оно абсолютно бесплатное, но приготовьтесь испытать некую боль на постпродакшене. Я рад, что мы ввижемся в хорошем, в правильном, я бы сказал, направлении с точки зрения съемки на телефон, и RAW видео в данном случае отличный вариант для энтузиастов. Кстати, если вы энтузиаст, то я оставлю ссылочку на чат в Телеграм, там у нас более 600 человек, и он как раз посвящен MotionCam и работе с ним. И я уже почти закончил обзор, как появилась информация, что выходит новая прошивка, и в ней мы получим вариацию экспорта в MPEG-4, то есть в такой контейнер. А также мы получим базовый редактор, в котором сможем тянуть тени, контраст, точку черного и белого, насыщенность, температуру по Кельвинам и, соответственно, тинт-оттенок. А далее мы сможем выбрать разрешение, которое нам необходимо, кропнуть, выбрать битрейт, и также есть 4.2.0, 4.2.2 или 4.4.4 цветовая субдискретизация, что просто отлично. Таким образом мы можем убрать большую часть вот этой возни на постпродакшене и просто выводить в MPEG-4. При этом мы не будем получать ту самую резкость, которая добавляется автоматически в базовом приложении камера, и мы не будем получать шумоподавление. Но опять же, при этом у нас будет гораздо меньше пространства для постобработки уже на компьютере, поэтому нужно будет выбрать, что вам больше подойдет и какие результаты вас больше устроят, и самим протестировать и выбрать для себя, так сказать, золотую середину. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск. Если да, то жмите лайк, подписку и колокольчик. Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, пишите их все в комментарии. Вот вам еще пара роликов посмотреть следующими. Также заглядывайте в телеграм-канал и увидимся в следующем ролике, друзья. Берегите себя. Пока.